И чтобы ничего не упустить, все-таки новые маршруты. Огромное количество возможностей. Чтобы ничего не пропустить, мы советуем отправиться на международный туристический форум Большой Урал. Который пройдет с 23 по 24 октября. И у нас прекрасная возможность узнать о всех подробностях прямо сейчас, этим утром, 21 октября. В гостях у нас заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Здрасте. Всем доброе утро. У нас три дня осталось, получается. Сегодня, завтра, завтра. Ну, воскресенье стартует, да. Есть время подготовиться, но при этом форум уже проходит в десятый раз. Почему же готовиться? Ехать надо. Заходите на сайт, регистрируйтесь, приезжайте, в воскресенье вас ждем всем. Но это нам нужно сейчас рассказать всем, потому что многие не знают, что это такое, как это, где это, как проходит. А кто-то уже, может быть, на предыдущих девяти и был. А чем будет этот форум отличаться от предыдущих? Это действительно десятый форум Большой Урал. Это одно из крупнейших туристических событий в России. Хотел сказать в мире, но в России пока. В мире? Ну, совсем скоро прогремит. Вот. Значит, отличие этого. Безусловно, это, в первую очередь, конечно, более профессиональная история. Хотя и просто людям, интересующимся краеведением, туризмом, будет там интересно, потому что в программе множество там различного рода экскурсионных вещей, там, сувенирных и так далее. То есть, отличаться он будет тем, что эта история будет обсуждаться в основном про макро-регионы, это про межрегиональный туризм. Мы летом были на Петербургском экономическом форуме, губернатор Евгений Владимирович Куевышев подписал с коллегами соседних регионов соглашение, как раз Большой Урал оно и называется, где мы прорабатываем различного рода межрегиональные маршруты, потому что, ну, иногда не обязательно все должно заканчиваться границей, там, Свердловская область. У нас, ну, пример, да, река Чусовая. Люди сплавляются, большой турпоток, и сейчас там появляются новые локации. Я сам, честно говоря, только вот в этом году попробовал первый раз, мне понравилось, зацепило, значит, сплавы. А это с Пермским краем, значит, соответственно, потому что, ну, Чусовая так проходит, и единая навигация, и единые там мастер-планы и так далее. То есть ряд других, сейчас Большая Уральская тропа, она с Свердловской области в Челябинск идет. И, как бы, если говорить профессиональными терминами, то и федеральным органам власти проще так работать, когда несколько регионов объединились, там они оказывают нам определенную помощь, там, чтобы мы единую выстраивали туристическую сеть и так далее. Вот, ну и, в принципе, наверное, людям интересно, чтобы не ограничиваться, потому что Челябинск тоже там свои, да, там есть фишки, там, те же Челябинские озера и так далее. У нас здесь очень хорошо развит деловой туризм, промышленный туризм, событийный туризм, да, одна Уральская ночь в музыке, чего стоит, и то количество народа, которое есть. Все это, собственно, будет презентоваться. Также будет презентоваться новый Демидовский маршрут этим летом наш Центр развития туризма защитил его в Ростуризме. Значит, у нас теперь первый национальный маршрут. Вот, будем показывать, будем, значит, привлекать. Поэтому, еще раз говорю, конечно, в первую очередь это про профессионалов туристического рынка, потому что приедут со всей России коллеги. Вот, правда, вчера изменения произошли, и орган, руководящий Ростуризм, был ликвидирован передом Минэкономразвития. Но тем интереснее, значит, будет собраться первый раз после таких глобальных изменений в отрасли и обсудить. Ну, еще раз говорю, просто людям будет интересно, потому что там на любой вкус, заходите на сайт, смотрите программу, там, говорю, вот экскурсию. Ну, то есть, Демидовский маршрут. Да. А в прошлом году как раз тема была, что-то связанное с... Промышленный туризм, да. Ну, промышленный туризм, это вообще фишка такая быстро растущая, ну, а мы исторически, мы промышленный регион, у нас база для этого. Есть какая-то тема, которую вот вы смогли объединить уже такую расширившуюся географию? Нет, вот еще раз говорю, то есть, основная тема, это профессиональная история, да, взаимодействие вот регионов, макротерритории, так называемые. То есть, расширение географии за пределы, там, границ Свердловской области или Челябинской области, Пермского края, Чеменской области. То есть, это если с профессиональной точки зрения. Если с точки зрения обывателя, любителя, там, ну, их очень много, просто зайдите на сайт, там, говорю, вот, начиная, там, каких-то локальных историй, например, победителей нашего конкурса «Уральские каникулы», это мы собрали более 90, значит, идей туристических территорий, собрали ребят, обучили их команды, научили упаковывать в турпродукт, потому что, ну, на самом деле, туризм ведь это про что? Это не про то, что сидят большие дядьки-чиновники в кабинете и думают, давайте мы придумаем, где у нас будет туризм, вот здесь. Подписали, да, значит, указ, и, значит, там тут же турпоток вырос. Это же как раз про то, что есть ребята где-то в территориях, которые и так, которым интересно это, которые развивают, энтузиасты, да, где-то они там это без денег делают, где-то они инвестируют что-то, вкладывают в какие-то локации. Наша задача их поднять, их показать всем, сказать, ребята, что там в Сесерском районе есть, там, допустим, шикарная пчелиная ферма, очень такая локальная нишевая история, вот они у нас одни из победителей «Уральских каникул». Люди ездят, это в том числе и медицинский туризм, потому что некоторым прямо по, ну, по показаниям медицинским, вот, такое лечение. Не нужно отправляться в Башкирию, оказывается, можно добраться в Башкирию. Да, там есть, ну, куча нишевых историй, там, тот же перевал Дятлова, да, то есть туризм, это же про легенды, это же про истории, но перевал Дятлова, про него фильмы сняты, для всех это какая-то легенда, это тайна. И наша задача просто, то есть помочь тем людям, которые и так туда туристические маршруты, значит, прокладывают, выстраивают там работу, да, как-то развивают местную инфраструктуру, помочь им с точки зрения продвижения и вот подобного рода форумы, это как раз история про это. Ну, много можно говорить. В этом году, вот, мы только что видели на экранах, что все в масках были, в этом году, получается, мы сможем увидеть счастливые лица туристов, да. И, кстати, я замечу, что официально в этом году туристический поток внутренний превысил внешний турпоток, то есть люди переориентировались, этому, конечно, безусловно, и пандемия способствовала, внешнеполитическая ситуация, но на самом деле народ просто посмотрел, что на самом деле не обязательно там куда-то, значит, покупать втридорогопутекку и улететь куда-то на курорт. Можно, мы это называем в профессиональном сообществе путешествие в пределах бака бензина. Ну, то есть, в принципе, есть у нас, еще раз говорю, у нас и деловой туризм, и экологический туризм, и промышленный туризм. Отдельно, кстати, отмечу, железнодорожный туризм у нас очень хорошо развивается, спасибо коллективу Савиловской железной дороги, мы с ними уже в этом году запустили электричку выходного дня в Каменск-Уральске, там по туристическим местам в Каменске, очень много локаций, погуглите, по Яндексе теперь, да, импортозамещение. Очень красивая природа, где можно сюда отдохнуть. Да, на Полине ручьи мы запустили поезд Орлана, и вот там, значит, люди туда едут, достаточно хороший поток, даже иностранцы на нем ездят. Сейчас будет скоро запущен ретро-поезд в Верхнюю Пышму через Шувакич из Екатеринбурга. Ретро-поезд? Да, старинный поезд, можно будет доехать в выходной день до Музея военной техники УГМК. Это, кстати, сейчас самая популярная локация туристическая, если говорить, то есть Музей военной техники УГМК. А трамбай, потому что, по-моему, пошел из-за этого. И до этого. На майские праздники мы смотрели, то есть турпоток 100 тысяч в целом, да, на майские праздники в Савиловской области. Из них 20 тысяч ехало в Музей УГМК. На втором месте, кстати, Олень и Ручьи, там, что-то тысяч 7-8. Вот этот рейтинг очень интересный. И потом, да, третий, это Невьянск. То есть сейчас мы надеемся, что, опять же, за счет Демидовского маршрута, Невьянск, Нижний Тагил, то направление усилится. Демидовский маршрут пока в формате автобусного тура, но мы здесь со Савиловской железной дорогой как раз прорабатываем, потому что, наверное, интереснее будет на поезде проехать по этим и по старым заводам, и заехать на НТМК. Я вчера просто там был сам на НТМК, но по другим, по рабочим вопросам с коллегами встречался. На самом деле это круто, вот посмотреть на то, как металлурги льют металл, промтуризм, то, про что мы говорим. Очень интересная фишка, промтуризм тоже разный бывает. Можно на Качканарском гойке смотреть на эти сумасшедшие огромные белазы, и это, наверное, кому-то интересно, да, нишевая история, но интересно. А можно съездить на хладок комбинации в Екатеринбурге и посмотреть, как делается мороженое за школьником, да, потом его покушать. Это тоже промтуризм. Да, найдется для всех действительно разное направление. Все эти туры упакованы, и мы их всячески продвигаем. А конкретно форум, он подойдет только для тех, кто занимается и работает? Нет, я еще раз говорю, там будет много экскурсионных историй, презентационных историй, там конкурс, допустим, туристических сувениров все российские. Вы будете подводить там итоги? Да, там большое количество участников, несколько сотен. Много ли в этом году? Скажите, какой сайт я прямо сейчас... Уже в конкурсе начинает, и уже не успел, да, вообще в этот конкурс? Турфорум Большой Урал. Забейте, да. Большой Урал. Нет, на самом деле много. Там, конечно... А у меня в избранном. Ну вот, видите, как хорошо. А вот интересно, мы знаем направления, да, которые сейчас стали популярны, то есть туда хлынул поток. Тем, кто, наверное, любит, чтобы поменьше было людей, нужно выбирать какие-то более неизвестные. Ну, на самом деле, действительно, турпоток растет, и это не может не радовать, потому что это вообще, ну, экономически интересно для Свердловской области в том числе, потому что и имиджево, и экономически, потому что туризм это такая очень... мультипликативный эффект очень большой в этой сфере. То есть, ну, приехал турист, да, поселился в гостинице, то есть, соответственно, да, заработала гостиница, заработали какие-нибудь магазины, там, сувениров, кафеш, там, не знаю, там, на завтрак он в этой гостинице пошел, там, съел яичницу, которая, там, из яиц произведенных Свердловской области, да, соответственно, те, кто их производили, комбикорм закупали в нас же. Ну, то есть, вот, если на самом деле это считать, туризм, она очень интересная сфера, именно с точки зрения того, что она подтягивает еще не менее 50 дополнительных сфер, и понятно, что это не просто, ну, вот, про желание, что пусть люди поездят, эмоции напитаются. Хотя, безусловно, имиджево тоже важно, потому что Свердловская область уже сейчас в десятке регионов по турпотоку. Я знаю, что еще и предусмотрено то, что те, кто не смогут отправиться, смогут в режиме онлайн тоже... Да, безусловно, подключайтесь, потому что я думаю, что всем, кто так или иначе интересуется путешествиями, там, отдыхом и так далее... Не пропустите. Я, как человек, который три года в отпуске не был, так говорю, очень интересуюсь. Он большой курал. Сейчас все мы так очень ждем какого-то отпуска, но на самом деле путешествовать у нас у всех получается. Я за это лето, ну, я очень много к тебе побывал, хотя у меня бак у автомобиля сколько? 15 литров, и вот я езжу от заправки до заправки, но доехал и до Казани, и до Тюмени, а область, типа, давно объехал всю. Мы очень рады, что вы к нам заглянули. Видимо, в воскресенье мы где-то пересечемся все вместе? Ну, либо в понедельник. Хорошо. Напомню, что у нас в гостях был заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.